Лето уже совсем скоро, поэтому на Дерибасовской с каждым днем появляется все больше аттракционов и, конечно же, лошадей, на которых катают всех желающих по центру города. Если зимой работало 2-3 животных, то сейчас их уже не менее 10. Днем выходят не все, потому что на улице уже жарко, но нам удалось увидеть нескольких и поговорить с их инструкторами о том, знают ли они и в каких условиях должны содержаться лошади. В теплое время года у лошадей начинается рабочий сезон. Для того, чтобы животному было комфортно и не происходило несчастных случаев, хозяин должен соблюдать принятые нормы. Рабочее время не более 8 часов при максимальной температуре 28 градусов, питье раз в час и прием пищи 3 раза в день. Документы на лошадей, паспорта и обязательно с отметками о прививках, то есть об обязательном ветеринарном контроле. Лошади должны быть обязательно подкованные, чистые, то есть обращается внимание на наличие заклеек, на наличие навоза на шерсти. Вместе с зоозащитницей мы приехали в центр города, где на лошадях работают целый день. Нашей съемочной группе на Дерибасовской явно были не рады. Инструкторы либо игнорировали вопросы, либо отворачивались и уходили. Сколько работает эта лошадь по времени в день? Документы у вас на лошадь есть? А сколько по времени ваша лошадь работает? Пару часов. Пару часов это сколько? Я вам должна отчитаться? Ну вы можете не сказать. Девушка, видите, по сколько мы пришли? Нет, не вижу. Ну посмотрите на время. Хорошо, допустим, вы пришли в 3 часа дня, а сколько вы уйдете отсюда? 108. Хорошо, а где сколько раз пьет лошадь во время работы? Где стоит поилка ее? До свидания. Прививочные листы документа на лошадь нам отказались показывать, ссылаясь на то, что они у хозяина животного. При этом ни имени, ни номера хозяев инструктор не знала. А у вас есть, кстати, телефон хозяйки? Как вы с ней созваниваетесь по поводу оплаты? Никак. Вы не знаете имя отчества? То есть вы приходите к неизвестному вам человеку, который вам дает деньги за лошадь и не знает? Да? Однако нашлись и инструкторы, сумевшие ответить на банальные вопросы. Сколько раз животное пьет, ест и при какой температуре лошадь нельзя выводить на работу. Сколько лошадь по времени работает? 64. А где она пьет, сколько по времени пьет, сколько раз? Смотрите, нам воду наливают в ресторанах, бедра у нас есть. Как какое, мразо, два. При какой максимальной температуре вы выводите лошадок? Максимально? Да. Ну, примерно 25 градусов. То есть, если будет 27 в нашем жарком лете, мы вас здесь не увидим? Нет, конечно, нам запрещают. Меня начальница уволит, если я выведу лошадь в такую температуру. Еще один вид лошадиных услуг – прокат по городу на карете. Такое развлечение появляется вечером в местах массового скопления людей. Нам удалось найти лишь одну карету возле оперного. Хозяин лошадей документы при себе тоже не имел, но показал бутыли воды и корм. По словам прокатчика, в день животные работают не более 6 часов. Однако вес, который им приходится возить, немаленький. Возят они человек, значит, вот… Ну, максимально у нас помещается 7 человек. Бывает и 7 человек могут везти. Сколько это килограмм? Ну, я не знаю, посчитайте, средний вес человека, наверное, килограмм 70, да? Магарета, сколько вес? Килограмм 500. Также мужчина рассказал, что в свободное от работы время лошади находятся не в стойле, а на природе. А это предусматривается законом о защите прав животных. С 2006 года существует у нас и действует закон о защите животных от жестокого обращения. И согласно нормам этого закона, животное должно, во-первых, иметь контакт с естественной средой, а не должны быть на травке, чтобы ноги отдыхали, чтобы копыта, как говорится, имели возможность отдохнуть. Судьба животных городской департамент экологии не особо заботит, поэтому еще в марте месяце по просьбам зоозащитников создали специальную комиссию. В рамках проверки были обнаружены конюшни некого конюха Романова. В помещение мужчина никого не пускал, ссылаясь на частную собственность. Однако никаких подтверждающих документов у него не было. Обладелец лошадей нас не допустил, мотивировал тем, что это помещение у него в аренде является его частной собственностью. Значит, в наличии у него была только одна лошадь, хотя числится на нем четыре в данный момент. Он сказал, что остальных он отвез на дачу, якобы, на отдых. Ну, на самом деле их просто уже нет. По информации источников, на данный момент мужчина двух лошадей продал, еще двух отдал на скотобойню. И в скором времени закупит новых животных. Забрать у живодера лошадей, возможно, будет только в исключительных случаях. У нас нет такого закона, который бы ему позволил правоохранительным органам изъять эту лошадь. То есть, если мы даже посмотрим закон о жестоком обращении, для того, чтобы его привлечь к уголовной ответственности, нужно, чтобы на этой лошади были либо следы увечья, либо чтобы это привело к смерти. Только когда его можно привлекать. Команда репортера будет следить за ситуацией вокруг эксплуатации лошадей в Одессе. Но напоминаем, спасти животное от ненадлежащих условий содержания может любой желающий. Если вы увидите жестокое физическое обращение или нездоровый вид лошади, обращайтесь в территориальный орган государственной экологической инспекции. или вызывайте на место полицию.